Это способна понять только южанка. В ту комнату наверху нельзя просто так входить и забирать оттуда всё, что заблагорассудится. Все вещи должны оставаться на своих местах. Дом принадлежит им точно так же, как и нам. А чей вообще это думает? И кому принадлежат вещи из той комнаты? Ну, хорошо. Девяносто лет назад в доме жил банкир по фамилии Торп. Он сколотил капитал, обманывая бедняков. Подлейший был человек и жестокий до предела. В доме жил он сам, его семья и пара слуг. Их звали мама Сусиль и папа Джастифай. Присядьте. Так вот, насколько я слышала, старик Торп не знал, что папа Джастифай был чернокнижником. Он был колдуном, так же, как и его Сусиль. Они практиковали... Похуду. Да. А жили в той самой комнате. О, они славились на всю дельту Миссисипи. Лечили больных и мстили негодяям. Били злодеев их же оружием, как говорили цветные. Но для старика Торпа они были слуги, и не более того. Он заставлял их работать до седьмого пота. И буйствовал. И вот однажды он решил устроить прием в честь годовщины своего баба. Сюда съехались всевозможные боссы, чванливые политики, сахарные короли, речные магнаты. Все много пили и танцевали. А некоторые предпочитали более интимные развлечения. И вот, наконец, когда пришло время расставаться, кто-то из гостей захотел проститься с детьми. Но найти их не удалось. Их не видели уже много часов. Гости изрядно набрались бренди и превратили поиски в увлекательную игру «Искать детей». Они осматривали комнату за комнатой, и вот, в конце концов, кто-то услышал на чердаке музыку, голоса и какие-то крики. Наверху были слуги Торпа вместе с его детьми. Слуги пытались обучить детей заклинанием куду. Да, Торп и его гости обезумели от ярости. Никто не мог предположить, как давно продолжается это богохуйство. Дети винили самих себя. Говорили, что они сами хотели этому научиться. Но им никто не поверил. Гости решили показать свою власть над слугами, дали волю своей ярости и безумию. Вот так и закончилось то торжество. Это было чудовищно. Чудовищно. Конечно, пошли слухи, но до ареста и суда дело не дошло. Деньги творят чудеса. А что потом с ними было? Банк разорился, Торп застрелил свою жену и вслед покончил с собой. В Дельте говорили, что так Джастифайс и Силе отомстили ему. А дети жили в этом доме до 62-го года. Но, правда, они нам не рассказали, почему та комната всегда была закрыта. И почему в доме не было ни одного зеркала. Теперь мы знаем. Что знаете? В зеркалах можно увидеть их. В зеркалах. Кого? Тех слуг. Я раздобыла несколько книг о Худу. В них сказано, что кирпичная крошка бережет от всякого зла. Поэтому я всюду и рассыпала ее. Миссис Дэрр, Они теперь возле нас. Не знаю, что они сделали с Беном, но я не позволю это сделать со мной. Теперь вы уедете. Как и все прочие. Продолжение следует...